Коллектор на Волжском бульваре не опасен для местных жителей. Так решили экологи. После проведенного исследования стройка с вырытой ямой пугает москвичей тем, что насос в шахте громко откачивает воду. Сейчас оборудование заменили на бесшумное, но жильцы все равно недовольны близостью коллектора к дому. Почему, расскажет Анна Антонова. Коллектор не опасен для здоровья жителей, уверены экологи. По результатам проведенной экспертизы уровень шума в норме. Благодаря тому, что теперь в яме работает новый автоматический насос. Если насос будет работать круглосуточно, то относительно еще фонового уровня вибрации он может давать превышение. Так, по факту, без работающего насоса превышения уровня вибрации внутри здания не будет. Новый бесшумный насос поставили только после приезда нашей съемочной группы, уверены жильцы. Спасибо каналу Москва-24, которому обратились за помощью. Они обратились в управу, в профектуру. И вот в связи с этим поменяли насос, навели порядок на площадке. И вроде бы как обещают начать стройку. Закончить стройку Москва-коллектор обещает не раньше следующего года. А пока компания-заказчик объявляет конкурс на поиск нового подрядчика. По планам проведения конкурсных процедур планируется в декабре-январь. И достройка объекта, по-моему, 9 месяцев. То есть к концу 2013 года мы должны будем этот объект построить. Жителям надо просто потерпеть, говорят в профильном департаменте. Что касается близости гигантской ямы к дому, то никакой опасности специалисты в этом не видят. По окончанию работ эта шахта, она как таковая исчезнет, ее не будет, она не будет мешаться будущим людям. А сегодня просто подрядчик очень неаккуратно организовал рабочее место. В стройке жители не боятся, их пугает другое. Грунтовые воды, на которые наткнулись строители. Со временем они могут размыть фундамент дома, уверены жильцы. Коллектор не должен быть глубже фундамента. А он, извините, превышает три раза. Поэтому результаты исследований экологов жители не успокаивают. На место стройки они хотят пригласить геодезистов. И с результатами новых экспертиз готовить обращение к мэру города, чтобы коллектор перенесли дальше от дома. Анна Антонова, Александр Кнышев, Андрей Фролов и Александр Павленко. Москва, 24.